Всем привет! До конца лета остается уже несколько дней. Я для вас сняла небольшое видео о сортах и гибридах, которые я выращивала в этом году. Постаралась заснять все, но может быть несколько будет и упущено из-за нехватки времени. Томаты я выращиваю в высокорослые, в стеклянной теплице. В этой теплице три приподнятых грядки. Они замульчированы соломой, между рядами замульчированы хвойным опадом. И томаты я выращиваю без применения минеральных удобрений. Я надеюсь, вам будет это видео интересно, информативно и красивое. Приятного просмотра! Гибрид пазана. Это высокорослое растение. Высоту может достигать до 3 метров. В описании сказано, что это раннеспелый гибрид, но у меня в теплице все-таки он себя показывает как среднеспелый. И на момент 20 июля плоды только начинают окрашиваться. Это мощное растение. Длинные ветки. Темно-зеленая листва. Интенсивно дает пасынки. Ввела я его в 3 стебля. Отличный результат. Высаживала в теплице 4 растения. И уже в конце июля я макушки прищипнула. Она относится к перцевидной группе томатов. Некоторые плоды могут достигать 10 сантиметров. Растут грозьями. Собранные в кисть. Цилиндрическая форма. Ровные, как на подбор. Томат стрессоустойчивый. И в жару практически зависть не сбрасывал. У гибрида пазана плоды перцевидной формы. Красно-оранжевого цвета. Хотя по характеристикам пишут, что красный цвет должен быть у плодов. Они у меня очень долго висели на кустах. Так и не покраснели. На разрезе видно, что мякоть белесая. Семенная камера небольшая. Семян немного. Он мне показался чуть суховатым. И пресноватым. У него есть кислинка. Тонкий томатный аромат. Но пресный. Я от этого гибрида ожидала больше. Покупала я его специально для консервации. Но и на консервацию он не подойдет. По крайней мере для меня. Потому что все-таки плоды большие, как оказалось. Это еще средние. На кустах есть еще больше плоды. Просто для свежего потребления. На мой вкус. Он невкусный. Я его больше высаживать не буду. Хотя есть у него очень хороший плюс. Это урожайность. Он супер-супер урожайный. И стрессоустойчивый. Черное сердце с носиком от Борисовны. Это высокорослый сорт. Высоту может достигать метр восемьдесят не выше. Растение аккуратное. Среднее облиственное. Это среднеспелый сорт. Урожайность средняя выше среднего. Частично потеряна была пятая и шестая кисть. Из-за погодных аномалий. В теплице я высаживала четыре куста. Вела я их в три стебля. Плоды у этого сорта коричневые. С зеленоватыми плечиками. Но на вкус это абсолютно никак не влияет. Все томаты крупные. Красивой сердцевидной формы. С явно выраженным носиком. Весом от 400 до 500 грамм. У темной мякоти на разрезе видны ярко-розовые прожилки. Томат сам по себе плотный, но при этом очень сочный. Вкус ярко выраженный с преобладанием сладости. Семян достаточно, как видите. Но при этом семенные камеры маленькие. Очень хорошо дозаривается. И при этом свой вкус никак не теряет. Плодоносит очень долго в теплице. Это один из моих любимых чернышей. Выращивая его уже несколько лет. Очень достойный томат, чтобы его вырастить. Сорт томата Лискинос. Это высокорослое растение. Восоту может достигать 1,5-1,7 м. Куст аккуратный, тонкий. Вела я его в три стебля. Урожайный сорт. Плоды, собранные в кисть. По 3-5 штук. Тестично были потеряны завязи на 5-6 кисти. Но несмотря на это, сорт очень урожайный. Крупноплодный. И крупноплодный свою практически не теряет. Плоды у томата Лискинос в форме сердец. Ярко-желтого цвета. Томаты крупные. От 200 до 400 грамм. На разрезе мякой также ярко-желтого цвета. Семенная камера небольшая. Но семян достаточно много. Томаты плотные, но при этом сочные. Вкус сбалансированный. Идеально этот томат подойдет для свежего потребления. Для приготовления соков, соусов. Я в этом году его выращивала впервые. Он мне очень понравился. И по урожайности, и по внешнему виду. И, конечно же, по вкусу. Хороший сорт. Рекомендую его вырастить. Сорт томаты Делишес. По описанию, это высокорослое растение. Но у меня в теплице он себя показал как среднерослое. Метр двадцать, метр тридцать. Это максимум. Среднеспелый сорт. Крупноплодный. У меня плоды мелкие. Вела я его в три стебля. Высаживала в теплицу два куста. Это единственный сорт, который заболел в конце июня. Поэтому мне пришлось срезать всю листву больную. Оставляла здоровую, но также продолжает он болеть. Поэтому в середине июля я полностью срежу макушку и ниже. И дам вызреть уже налившиеся плода. Сорт томата Тетя Анна. Это высокорослое растение. Высоту может достигать метр восемьдесят. Куст мощный. Листвы много. Пасанков дает умеренно. Это среднеспелый сорт. Плоды очень крупные. Даже при условии, что я вела все кусты в четыре стебля. Крупноплодный свою не теряет. Шестая и седьмая кисть частично потеряна. Плоды у этого сорта ярко-красного цвета. Сердцевидные формы. Иногда попадаются экземпляры сплющенные. Это очень крупноплодный томат. Масса достигает от 500 грамм до килограмма. На разрезе он также ярко-красного цвета. Семян мало. Мясистый, сочный. По вкусу сбалансированный по кислоте и по сладости. И ярко выражен томатный аромат. Я этот томат выращиваю уже несколько лет. Он мне очень-очень нравится. Использую я его в основном для свежего потребления. Просто нарезать кусочками, посолить и съесть. И использую для приготовления соков, соусов и подливок. Очень достойный сорт. Мой самый любимый из красноплодных. Гибрид галина растут на улице. Я высаживала по одному растению в 35-литровые мягкие контейнеры. Это среднерослый гибрид. Раннеспелый. Кусты крепкие, компактные. Высоту у меня достигает максимум 80 см. Дала им небольшую опору, так как очень много плодов, чтобы веточки не сломались. Здесь урожайные, очень срисоустойчивые и к холоду, и к жаре. Плоды у этого гибрида круглые, ярко-красного цвета, красивые. На кусту они разные, от 100 до 150 грамм. На разрезе также ярко-красного цвета. Семян немного. Плотные, сочные. По вкусу я думала, что будут кислить. Но нет. Здесь сахар больше преобладает, чем кислота. Очень вкусный, ярко выраженный томатный аромат. Он меня, честно сказать, удивил. Рос у меня в открытом грунте, как я уже сказала. Очень стрессоустойчивый сорт. Сначала у нас был холод, потом жара. Замечательно завязал. Урожайность 100%. Завязи практически он не терял в открытом грунте. Хороший гибрид, достойный. Гибрид Кэн. Также растет у меня на улице. Одно растение в 35-литровом мягком контейнере. Растение компактное, крепкое. Абсолютно не нуждается в посынковании. Это раннеспелый гибрид. Сделал небольшую опору, так как очень урожайный. И так же, как галина, он очень стрессоустойчивый. У гибрида Кэн плоды ярко-красного цвета, яйцевидные формы. На кустах они разнокалиберные, от 50 до 100 грамм. На разрезе также видно, что мякоть ярко-красного цвета. Стенка у томата толстая. Семенная камера небольшая. Семян достаточно. Они сочные. На вкус ярко выражена томатная кислинка и тонкий аромат. Этот, конечно, томат идеальный для цельноплодного консервирования. Рос он у меня, как и галина, в открытом грунте в мягких контейнерах. Ну и, к слову сказать, если сравнивать с гибридом галина, мне галина по вкусу понравилась больше, чем Кэн. Гибрид кира. Это высокорослое растение. Высоту может достигать 1,82 м. Вкус очень красивый, тонкий, но при этом крепкий. Листва темно-зеленого цвета. Ее мало. Пасынков дают умеренно. Это среднеспелый гибрид. Вишневидного томата. Оранжевые плоды. В кисти может достигать до 18 плодов. Ввела я его в три стебля. Очень хорошо себя показал. И что самое главное, этот гибрид стрессоустойчивый. В это нестабильное лето ни одна цветочная зависть не была потеряна. Очень урожайный гибрид. Кира. Это гибрид вишневидного томата для кистевого сбора. Кисти может нарастать до 18 плодов, но они мелкие. Максимум массой до 20 грамм. На разрезе также мякоть ярко-оранжевого цвета. Кожурка очень плотная. Томат сочный. Семенная камера большая. Семян много. Они мелкие. На вкус преобладает томатная кислинка. Вот кто любит эту кислинку, прекрасно подойдет этот гибрид. Я все-таки люблю, когда больше сладостей в томате. Прекрасно они подойдут для цельноплодного консервирования. Также для свежего потребления. И просто как украшение. Очень красивый. Куст аккуратный, тонкий. И что самое еще хорошо, он срисоустойчивый. Ни одна зависть не была потеряна в это нестабильное лето. Урожайный, красивый, но с кислинкой. Сорт Ирландский ликер. Это высокорослое растение. Высоту может достигать 1,80 м. Сам куст крепкий. Теплиста обычный. Вела я его в 4 стебля. Это урожайный ранний сорт. Сорт Ирландский ликер. Это томаты серии зеленоплодные. Сами плоды плоскоокруглой формы. Имеется небольшая ребристость у плодоножки. Томаты на кустах крупные. 250 до 600 грамм. Мякоть на разрезе также зеленого цвета. И когда томаты переспевают, образуется такой красивый золотистый оттенок. Семенная камера небольшая, но семян достаточно много. Сама мякоть очень сочная, мясистая. Конечно, эти томаты прежде всего подходят для свежего потребления, так как они долго не лежат. Кожурка очень тонкая. Томат легко можно почистить, сняв ее. Выращиваю я этот сорт уже несколько лет. Пробовала я готовить томатный сок. Получается на вкус просто замечательный, вкусный, но по цвету непривычный. Зеленого цвета. Также я пробовала готовить аджику. Зеленая аджика, острая. К мясу просто прекрасно подходит. И при этом цвет совершенно не смущает. Но, конечно, это для свежего потребления. Они долго не лежат, но достаточно хорошо дозариваются. Этот сорт очень вкусный, прежде всего. Красивый, урожайный. И посадить пару кустов для свежего потребления, это будет замечательно. Сорт достойный, чтобы его выращивать. Сорток Раенко. Это высокорослое растение. Высоту может достигать 1,80 м. Куст тонкий. Тип листа обычный. Вела я его в 4 стебля. Это средне-ранний сорт. Шестая-седьмая кисть полностью потеряна. Урожайность средняя. Томаты у этого сорта ярко-красного цвета. Бочковидной формы. Хорошо выраженная ребристость. Томаты крупные. От 250 г до 400 г. На кустах они не лопаются. На разрезе мякоть также ярко-красного цвета. Кожурка тонкая. Семян достаточно. Помидор очень сочный. На вкус преобладает кислинка и тонкий томатный аромат. Идеально подходит для приготовления соусов, томатного сока. Мне этот сорт очень понравился. Сорт сладкий Касади. Это высокорослое растение. Высоту может достигать 2 метров и выше. Это мощный, крепкий куст. Ввела я его в 4 стебля. Сорт среднеспелый. Урожайный. Томаты собраны в кисть. От 8 до 10 штук. Уже на протяжении нескольких лет я его выращиваю. Он себя показал как стрессоустойчивый. И в это неблагоприятное лето он завязи практически не потерял. Плоды у сорт со сладкий Касади вытянутые, пальчиковые формы, красно-оранжевого цвета с золотистыми штрихами. Плоды небольшие, от 20 до 30 грамм. На разрезе мякоть бледно-красного цвета. Семенная камера достаточно большая. Семян много. Кожурка плотная. По вкусу сбалансированный и по кислоте, и по сладости. Этот томат у меня любит ребенок, поэтому я для него сажаю всегда в теплицу 2 куста. В заготовках в цельноплодном консервировании он мне не понравился. Поэтому мы его потребляем в свежем виде. Это сорт Южный Загар. Мой любимчик. Выращиваю на протяжении многих лет. Это высокорослое растение. Высоту может достигать 1,80 м. Куст тонкий, листва чуть поникшие. Тип листвы обычный. Вела я его в три стебля. Это среднеспелый сорт. Урожайность у него средняя, выше средней. И в это неблагоприятное лето 6-7 кисть была частично потеряна. Плоды у сорта Южный Загар. Цилиндрическая форма. Биологической спелости ярко-оранжевого цвета. Плоды могут достигать массы от 200 до 400 грамм. На разрезе мякоть также красивого, ярко-оранжевого цвета. Мясистые. Плотность средняя у томата. В меру сочные. Семен мало, они мелкие. На вкус сладкие. Можно сказать, даже присутствует легкий фруктовый оттенок. Я его применяю прежде всего, конечно, это для свежего потребления. Замечательный, очень вкусный, получаются красивые с него соки. Этот томат также хорошо замораживает. Потому что он в меру сочный. И при разморозке сильно не течет. Я этот томат уже выращиваю много лет. Это мой любимец из оранжевых томатов. Замечательно. Урожайность у него, конечно, средняя, выше средней. Но это стоит того, чтобы вырастить этот сорт. Очень мы его любим. Томат Баба Надя. Пишут, что это сорт народной селекции. В теплицу я высаживала три куста. Вела в три стебля. Это высокорослое растение. В высоту может достигать максимум 1,80 метра. Куст крепкий. Тип листа обычный. Это среднеспелый сорт. И себя в теплице он показал как стрессоустойчивый. Потому что в это неблагоприятное лето он завязи практически не сбрасывал. Плоды насыщенного розово-малинового цвета. Плоско-округлой формы. Есть небольшая ребристость у плодоножки. Томаты на кустах крупные. От 250 до 500 грамм. Есть и попадаются мелкие на кустах. Но по большей части это томаты средние и крупные. На разрезе мякой также красивого, яркого цвета. Семенная камера небольшая. Семян немного. Томаты плотные, сочные, мясистые. Вкусные. Но чувствуется очень заметная томатная кислинка. Вот кто любит томатную кислинку, прекрасно вам подойдет этот сорт. Использовать можно для приготовления соков, соусов. Для цельноплодного консервирования не подойдут. Они все-таки крупноватые. Замечательный томат и по урожайности, и по вкусу, и по внешнему виду. Достойный сорт. Сорт томата сердца зебры. Это высокорослое растение. Высоту может достигать 1,82 м. Куст крепкий. Теплиста обычный. Это среднеспелый сорт. В теплицу ее высаживала 3 растения. Вела в 3 стебля. Несмотря на то, что частично были потеряны зависти, урожайность выше средней. Плоды у этого сорта красивые сердца. В стадии полной зрелости розово-абрикосового цвета. С красными румянами. Весом от 150 до 300 грамм. Мякоть на разрезе плотная, но в то же время очень сочная, нежная. Желтого цвета с красно-малиновыми разводами. Семенная камера маленькая. Семян также мало. По вкусу. Вкус балансированный. И по кислоте, и по сладости. Очень нежная мякоть. Шкурка настолько тонкая, что ее можно просто томат почистить. Как апельсин. Очень легко она снимается. Такой томат подойдет как для соков, так же и для соусов. Но, конечно, для свежего потребления это прежде всего. Вкусный томат. Он красивый, конечно же, замечательный и внешне, особенно на разрезе, как вы видите. И так же он вкусный. Мне понравился этот сорт. Выращивала его в этом году первый раз. И не пожалела. Его стоит. Гибрид требус. Это высокорослое растение. Высоту может достигать 1,82 м. В описании пишут, что это раннеспелый гибрид. Но у меня в теплице он себе показал, как среднеспелый. Лист темно-зеленого цвета. Тип листа обычный. Куст очень мощный, крепкий, красивый. Пасынка дает умеренно. В теплице я высаживала 3 куста. Ввела его в 4 стебля. Это томаты черри. В кисти может завязываться от 12 до 18 плодов. Очень красивые кисти. В это неблагоприятное лето он себя показал, как супер стрессоустойчивый. Потому что ни одна зависть не была потеряна. Очень и очень урожайный гибрид. Гибрид требус. Это томат для кистевого сбора. Черри. Они красного цвета. Круглые. Плотные. На кустах не трескаются. Масса около 20 грамм. На разрезе томат также красного цвета. Семенная камера довольно-таки большая. Семян достаточно. Они мелкие. Кожурка плотная. По вкусу преобладает сладость. Но здесь знаете какой момент, что этим томатом нужно полностью вызреть. Вот если он вызрел, он очень вкусный, очень сладкий, ароматный. Если чуть не доспел, то чувствуется кислинка. Замечательный томат. Мне очень понравился. Здесь, конечно, кисть не полная, но кисти очень-очень красивые на кустах. Понравился он мне, во-первых, и в рассаде. Очень красивый. Он мне понравился, что абсолютно ничем не болеет. Красивый куст. Мало дает пасынков. И, конечно же, он вкусный и очень-очень урожайный, потому что стрессоустойчивый. В это нестабильное лето он себя показал на все 100%. Ни одна зависть не была потеряна, начиная с первой кисти, заканчивая самой макушкой. Замечательный томат, замечательный гибрид. Я его буду высаживать и на следующий год. Обязательно. Гибрид монтарис. Это высокорослое растение. Высоту может достигать 1,80 метра. Это максимум. Куст крепкий. Теплиста обычный. Это среднеспелый гибрид. Высаживала я в теплицу три растения. Ввела в три стебля. Урожайность у него средняя. Хотя пишут, что он стрессоустойчивый. Но кисти пятая, шестая, седьмая была полностью потеряна. Плоды у гибрида монтарис ярко-красного цвета. Плоско-округлой формы. С незначительно выраженным носиком. Томаты могут достигать массы до 250 грамм. На разрезе мякоть также красного цвета. Семенная камера довольно-таки большая. Семян много. Томат сочный, но при этом плотный. Кожурка плотная на вкус. Если можно так выразиться, то это вкус классического красного томата. То есть кислинка более заметна. И присутствует томатный аромат. Такие томаты подойдут для целеноплодного консервирования. Потому что на кустах есть и плоды поменьше. Для соления хорошо. И также этот гибрид идеален для продажи. Потому что он хорошо хранится. Хорошо дозаривается. Красное сердце гомера. Я высаживала один куст. Растет он у меня в открытом грунте. Это растение высокорослое. Высоту может достигать 1,80 м. Но так как растет в открытом грунте, на высоте примерно 1 м я его прищипнула. Куст тонкий. Теплиствый обычный. Вела я его в три стебля. Урожайность он показал среднюю. Выше средней. Даже при условии, что он зависть точно терял. Урожайность у него все-таки высокая. Это среднеспелый сорт. Немецкое сердце гомера. Плоды красивой сердцевидной формы. Ярко-красного цвета. В открытом грунте томаты наросли до 400 грамм. На разрезе мякоти также ярко-красного цвета. Томат сочный. Семенная камера небольшая. Но семян достаточно. Очень нежный. Ярко выражен томатный аромат. Вкус сбалансированный. И по сладости, и по кислоте. Очень нежный томат. Подойдет, конечно же, для свежего потребления. Идеально подойдет для приготовления соков, соусов. Мне он понравился. И по урожайности, и по внешнему виду, и, конечно же, по вкусу. А это сорт Old German. Томат некрупный. Хотя пишется, что крупноплодный. Смотрите, вот есть. Плоховато видно, солнце садится. Ну, довольно-таки урожайный. Следующий сорт томата называется Old German. Покупала вот в таком пакете. На обороте есть краткое описание сорта. Сейчас зачитаю. Плоды массой 600-900 грамм. Сочные, мясистые. Обладает превосходным вкусом, нежным ароматом. И красивой разнообразной окраской. Вот так он выглядит на картинке. Я теперь вам хочу показать, что же по факту выросло у меня в теплице. Томаты красивые. Яркий, оранжевый цвет. Действительно, цвет очень красивый. Плоско-округлая форма томаты. Давайте сравним на картинке. Ребристость практически отсутствует. На картинке все же показано, что он бикалорный. У меня же выросли томаты равномерного оранжевого цвета. Здесь заявлено, что томаты 600-900 грамм. Максимум на кустах томаты по 300 грамм. Это самое крупное. И дальше еще мельче. На разрезе мякоть ярко-оранжевого цвета. Цвет равномерный. Семенная камера большая. Семян много. Они крупные. Томаты мясистые. Сочные. Действительно, они вкусные. Вкус сбалансированный. Ароматные. Ну, на этом и все. Ну, как вы видите, что совершенно внешне томаты не похожи. То, что заявил производитель и то, что выросло, это два совершенно разных сорта. Внешний куст подходит по описанию, но сами плоды, конечно же, нет. Но томат вкусный. Знаете, он очень похож на хорму и по цвету, и по форме плодов. Но все-таки покупала я по картинке, честно сказать, и по описанию. И хотелось бы, чтобы выросли томаты именно такие, как на картинке. Ну, в принципе, томат сам по себе неплохой.